здравствуйте уважаемые дамы и господа привет вам из солнечной турции очень скоро 1 мая 9 мая и все это в этом году наложилось на выход из большого поста и многие из вас соблюдали великий пост соответственно это было немножко другой стиль питания чем обычно вы не использовали высокобелковых продуктов питания но вы использовали или а салаты или не или высокоуглеводные продукты питания это были крахмалы и теперь когда можно будет кушать яйца и они будут сварены в большом количестве когда можно будет кушать мясо рыба птица и это начнутся бесконечные шашлыки я вас прошу не сорвать свою желудочный свой желудочный кишечный тракт и свою пищеварительную систему потому что панкреатиты лечатся очень 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 тяжело и они как правило хронизируются поэтому знайте вы можете себе добавить максимум 10 грамм белка к вашему к вашему количество белка которое было на посту где-то раз в неделю особенно если у вас были какие-то сбои с желудочно-кишечным трактом не наращивайте быстро количество белка потому что невозможно не есть мясо а потом вдруг сразу его есть потому что поджелудочная железа она за время поста она привыкла делать больше амилаз и делать значительно меньше протеаз это ферменты которые соответственно можно также прикрыться пищеварительными ферментами которые есть они продаются и в аптеках и выбирайте пищеварительные ферменты без вредных ингредиентов к сожалению многие из них содержат фталаты используйте без фталатов и будьте здоровы не объедайтесь и еще такой момент очень важный по поводу крахмалистых углеводов это пасх это значит будут куличи господа избыток углеводов переводится в жир я надеюсь я подробно об этом говорю и вы это четко понимаете есть другие продукты питания но почему именно куличи но попробовали не задача съесть все задача попробовать и это ты 2 3 по чуть-чуть насладиться и остаться при этом здоровым и в нормальном весе до новых встреч пока и и и Субтитры подогнал «Симон»